В вашем кишечнике находится второй мозг. То, как вы думаете, что вы чувствуете, определяется тем, что происходит в кишечнике. Если вы не знаете, как обращаться с таким мощным инструментом, это серьезная проблема. В йогической культуре считается, что человек должен потреблять пищу, выращенную на земле в пределах радиуса, равного тому, сколько человек может пройти за один день. Если вы пойдете пешком, то за день вы пройдете по прямой 15-20, может быть, 25 километров. Следовательно, вы должны есть пищу, выращенную в пределах 25 километров от вашего дома. Какая в этом логика? Какая наука стоит за этим? То, что происходит в почве в процессе активности микробиома, и то, что происходит в кишечнике человека, очень похоже. И в некотором роде является более развитым и улучшенным проявлением того же самого в кишечнике. Спустя сотни лет современная медицина говорит о том, что в вашем кишечнике находится второй мозг. Очень многое в том, кто вы. Надеюсь, что это не так для вас. Но очень многое, то, как вы думаете, что вы чувствуете, ваш уровень баланса, ваша невозмутимость, все это определяется тем, что происходит в кишечнике. Это называется второй мозг или кишечный мозг. Действительно, химические процессы в организме происходят на разных уровнях. Например, секреция желез очень важна в управлении химическими процессами. Но кишечник — это место, откуда поступает вся еда, сырье для химической фабрики, которой вы являетесь. Итак, что же это за еда, если пища поступает с земли, на которой вы находитесь? Она имеет с вами определенную общность. Вся проблема человека заключается в том, что только потому, что вы можете ходить повсюду, вы думаете... Некоторые даже говорят, что они пришли с другой планеты или с другой вселенной. Если бы вы были созданы как это дерево, которое корнями уходит в почву, вы бы ясно знали, что пришли из почвы. Благодаря своему великодушию природа позволила вам ходить повсюду, и вы уже не можете понять, что же является вашим источником. Поэтому, находясь в контакте с источником, которым является почва, сам процесс вашей эволюции был проведен почвой, заложен почвой. Почва — самый основной аспект эволюции. Из нее жизнь развивалась во все более и более сложных формах жизни на этой планете, в миллионах ее проявлений. И сегодня мы, по крайней мере, можем утверждать, что мы — самые развитые существа на планете. Нам еще предстоит стать сущностями, но все же мы — развитые создания с огромными возможностями. Эта способность, к сожалению, работает против нас. Я имею в виду наш интеллект. Сегодня все говорят, что кишечный мозг важнее, просто потому что не знают, как обращаться с этим мозгом. Этот мозг становится серьезной проблемой. Все думают, что это основа всех психических проблем. Да, так и есть. Если вы не знаете, как им управлять, если вы не знаете, как обращаться с таким мощным инструментом — это серьезная проблема. Теперь люди полагаются на кишечный мозг, который более надежен. По крайней мере, он рефлективный. Действия микробов в кишечнике и происходящее в верхнем слое почвы очень похожи. И в ней есть не только жизнетворный материал, но и много целебных веществ. В современном понимании мы хотели бы назвать это лекарствами, но я бы назвал их целебными силами. Проведено много исследований, которые показали, что дети, играющие в почве на улице, всегда имеют более богатый микробиом кишечника. Не потому что они едят почву, а просто потому что ваше тело и почва — это не две разные вещи, они просто в двух разных формах. Сделаете ли вы горшок из этой почвы или картину, или человеческое тело — все это почва. Поэтому контакт и взаимодействие, будь то через еду или физический контакт, очень важны. Но современный образ жизни полностью оторвал нас от почвы. Мы живем очень высоко от почвы. Даже когда приходится ходить по земле, женщины носят высокие каблуки высотой в 15 сантиметров. Я не против дам и их моды. Они могут делать все, что хотят. Но соприкосновение с землей и прежде всего с почвой — очень важная часть здоровой и сбалансированной жизни. Всегда, на протяжении веков, когда люди хотели обрести покой, когда их ум был встревожен, они шли в джунгли, в горы и сидели там. В йоге мы всегда ложимся на пол без какой-либо изоляции, кроме органической, потому что наше тело должно быть в контакте, а также должен произойти отрицательный заряд. Ваше тело получает своего рода заземление и отрицательный заряд, который нейтрализует лишний положительный заряд, который может вызвать беспокойство, излишнюю активность, неврологическую активность, что может привести к разным проблемам. Как будто вы все время держите свой двигатель на высоких оборотах. Поэтому люди шли в джунгли, леса и горы, просто садились и обретали умиротворение. Это основано на связи с почвой. Вы думаете, что это дерево, но это почва. Вы думаете, что это животное, но это почва. Вы думаете, что это человек, но это почва. Поэтому контакт с почвой очень важен. Когда я был в Лос-Анджелесе, мне говорили, что недалеко есть ферма, где, если вы заплатите 50 долларов, вы можете обнимать корову около получаса. Потому что вы пытаетесь соединиться с почвой. Вы пытаетесь обогатить микробиом кишечника. Вы пытаетесь привнести в себя некое подобие баланса. Если бы у вас была мощная йогическая практика, вы могли бы сделать это сами, изнутри. Но если ее нет, то самое простое — быть в контакте с почвой. Это факт, что более 300 миллионов человек страдают астмой. У половины детей в Соединенных Штатах к 3 годам появляется одышка, и они принимают всевозможные лекарства. У людей аллергия на самые разные вещи. Сто лет назад никто и не слышал об аллергиях. Настолько редко они встречались. Сегодня это становится нормой. У всех на что-то аллергии. Я встречал людей, у которых аллергия на солнечный свет, людей, у которых аллергия на дождевую воду, людей с аллергией на арахис или земляной орех. Все об этом знают. Это не значит, что они должны его съедать. Если вы просто разломаете это бобовое растение, это замечательное питательное бобовое растение, которое мы называем земляным орехом, потому что оно растет в земле. И если я открою его здесь, а у кого-нибудь в 15 метрах отсюда аллергия, они могут умереть. Просто представьте, какая это чувствительность. Все это произошло, потому что мы начали думать, что пришли из другого места. Конечно, есть люди, которые поддерживают это в вашем уме. Есть такие книги, которые говорят, что все вы инопланетяне, пришедшие из других мест. Даже если вы инопланетянин, я не против. Может быть, я и сам такой. Смотрите, как я выгляжу. Я тоже могу быть им. Но мы хорошо приспособились к жизни на этой планете. Поэтому наша жизнь, наше тело, наша пища и наша смерть связаны с почвой. Следует понимать, что у тех, кто живет на фермах и открытых пространствах, склонность к аллергии намного меньше. У сельских детей склонность к аллергии намного меньше, чем у детей из других мест. Вы слышали, чтобы у кого-нибудь в Африке была аллергия на пыльцу или что-то еще. Вы слышали, чтобы у кого-нибудь в племенах поблизости была непереносимость лактозы. Подобные вещи не слыханы. Это происходит только в богатых обществах. Поскольку мы думаем, что богатство значит, что мы должны стать воздушными шарами. Это значит, что мы должны отдаляться от земли всеми возможными способами. И тогда мы начинаем называть творящую жизнь магию, то есть почву, грязью. Если это грязь, значит мы с вами становимся мешками с грязью. Давайте не будем такими.